Ислам ходит в число основных мировых религий. Это относительно молодая религия. Она возникла в начале 7 века, в начале 7 века на Аравийском полуострове. Слово Ислам имеет множество толкований. В шляхской терминологии Ислам это полное, абсолютное и переложие. В других же источниках Ислам означает мир и поклонность. Также оно означает предание себя Богу или поклонность Бога. Усам в семье выступает как главная ценность. Между родителями и детьми имеются определенные отношения. Усам не встречается у детей сердительных, молодых, не проявляя слухости, не говоря о неприятных словах. Дети считаются частичками сердца, украшениями для жизни. Поэтому нужно относиться к их с добротой и теплом. Уделяя большое значение тому, как дети относятся к родителям. Почитание, уважение, вот на чем строятся отношения в семье. Любовь к ее статистическому дому креет душу и делать родителей счастливыми. Постоянно забота от них, трепетные отношения, готовность к потянуть руку помощи, изначально присущие черты характера всех людей. Мы не должны терять этих качеств, какие бы сложные ни были в своей жизни. Где бы вы не оказались, где бы вы не работали, какой бы вы статус не имели, какую должность бы не занимали, всегда будем помнить о своих родителях. Полезность собираться в семье, болезнь собираться, делать что-то вместе. Вместе молиться, проводить досуг, собираться за столом. Это приучает к порядку и развивает добрые отношения в семье. Если вы рано уходите на работу, то развивите детей пораньше, и поздрав, и позавтракайте вместе. Пусть это станет традицией. Приучайте детей, желаю другим того же, что и себе. В реальном месте, когда ребенок за столом вспоминает, что отец делает это круто, и говорит маме, давай оставим эту папку. Когда семья сполчена, и все члены семьи действуют сообща, тогда дети привыкать к современной жизни и учитывать интересы других. Самые дорогие для детей, как и быть, их родители. Никто не заменит их. Если покинуть детей и оставить их без средств существования, обречиваться на дужу, то в исламе это будет настоящий преступление. Поэтому мужчины, обладающиеся по своей жизни, обязаны заботиться о материальном руководстве своей жены и детей. Отец и матери ответственны за развитие ребенка, формирование его личности. Поэтому интересуются его увлечения, школьная атмосфера, средствами массовой информации, которые он учитывает. Их обязанность привыкать воспитывать ребенка в языке из нас в своих области, формировая его взрывы в балансе и в опасных коммунистах. Воспитание детей является особым вопросом и слабым. Известно, что дети рождаются в их чистом и обыкновении. Их можно сравнить с прозрачным стаканом. Что родители на библии, то и увидят впоследствии. В современной мире родители, как правило, много времени проводят на работе, а свободное время стараются обладать, и улететь им для своих сил не оставаться силой. При этом правители считают, что они делают все и что из этого следует. Дети вырастают, возникает невнимание в отношении. Люди не готовы к трудностям, испытаниям взрослого сумма, не уметь есть в себя в этом время, не могут образовать кредитную семью, и сдаются при сложностях. Появляются противоречия взглядов, помедения, моральных принципов, но много другого. Пример должен понимать, что им всегда удается получить желание. Жизнь не несет так просто. Нужно, чтобы он научился, на первую плану ставит необходимость рубиться, а потом им с ней желание. Усимония проявляет доброты не только по отношению к своим родителям, детям, а также и к родителям, поддерживая с ними крепкие связи и общения. В мусульманской разрыв связи с ними родственниками является самым настоящим приходом. Аллах, который наградит тех, кто будет поддерживать и расходить связи, а тех, кто будет порывать, отделить. Проводя итог уже сказанного, сделаем вывод, что в мусульманстве отношения к родителям, а также родственникам, уделяют серьезное внимание. Мусульмане должны потребовать связь со своими родственниками, а родители должны стараться воспитывать детей так, чтобы они стали настоящими людьми, в которых мы находимся не только и к семьях родственников, но и всеобщим. Спасибо. Спасибо.